МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Одно из самых противоречивых увлечений, особенно для Приморья, с его непостоянной погодой. Зимняя рыбалка имеет как свои преимущества, так и недостатки. И даже может быть опасной для жизни. Ну а поймать рыбу зимой намного сложнее, чем летом или осенью. Однако, как утверждает рыбачка Татьяна Щербинина, если правильно подготовиться, то хорошее настроение и приличный улов будет обеспечен. Сегодня она стала гидом для журналистки Реобладню с Анастасией. И в рамках проекта «Попробуй на себе» посвятила ее в тонкости мастерства Владивостокского подлёдного лова. Пока они шли от берега в море, опытная рыбачка рассказывала о себе и своем отношении к этому хобби. Ну, рыбалка – это удовольствие, это не только рыба. Это подышать свежим воздухом, на солнце побыть. Зимой у нас солнца много. Вот так вот и заразилась. Ну, я вообще такой-то рыбалкой, не зимней. Я вообще давно увлекаюсь. Татьяна на рыбаку увлекается зимней рыбалкой и также она работает в центре цунами. Сегодня она в процессе наших съемок рассказала очень много интересного по поводу зимней рыбалки и привела некоторые факты, которые, в принципе, должен знать каждый рыбак, который выходит под лёд. Ну, рыбалка начинается по мере становления льда. Вот по перволёду хорошо ловится корюшка. Она ловится на русском, на веке, вершине на века. Потом, как лёд продвигается, по мере продвижения льда. Это в «Бухте труда», на «Зелёнке» называется, возле школьной, в «Воеводе». Ну, в «Воеводу» далеко, конечно, ехать. И также корюшка ловится вот вначале это на санаторной, от седанки и до океанской. Когда люди выходят на лёд, они должны обратить внимание на его цвет. То есть серо-белый лёд – это не опасный лёд. Именно серый цвет – это опасный лёд, который тонкий. Ну, причина, конечно, в тёплой зиме и очень сильные ветра. Лёд только начинает вставать. Ветром его начинают отрывать от кромки припая, выносить. И который намерзает только что припая, он, конечно, ещё тонкий. Вот здесь вот сейчас в открытой части залива местами припая 5 сантиметров толщиной. Ну, это, конечно, опасный лёд. Поэтому в этом году очень много случаев, когда сами рыбаки, не то что машины, рыбаки провалятся под лёд. Когда мы отдаляемся от берега по льду, то есть мы обращаем внимание на цвет, на его ровность. А когда мы находим определённого цвета лёд, серо-белого, мы начинаем валить лунку. Вот видите, бур ушёл вот под эту, ну, считайте, ну, сантиметров 20. Вот это называется в международной номерклатуре серо-белый лёд, толщина которого от 15 до 30 сантиметров. Вот серо-белый лёд, безопасный лёд. На самом деле, как бы, при сценарии рыбаки, они делают несколько лунок и смотрят, сколько всё-таки лёд составляет. То есть у нас, в нашем месте было около 20 сантиметров. Могу и вам даже дать удочки попробовать. После того, как лунки были готовы, Татьяна сама сначала подготовила две удочки, показала, как это всё происходит, как опускается. Так, вот тут начинается самое интересное уже. Мы уже опускаем удочки. После того, как Татьяна показала, как это делать, она дала мне задание, и я сделала то же самое. На самом деле, это как мне, новичку, то есть Татьяна делала всё настолько быстро, а у меня всё-таки получилось так медленно, всё, ну, потому что я как-то новичок. Леску вместе с грузилом и блесной опускаем в воду. То есть опускаем до того момента, пока это всё не уйдёт на дно, прям ко дну. Благодаря этому мы смогли даже определить глубину воды, глубину лунки, и она составила 16-17 метров. Она уже на дно, и ещё приподнять на два виточка. Вот так вот. Сейчас вот надо проверить, не запутался ли поводок. Когда всё уже готово, то начинается такое плавное движение удочкой, приманивание рыбы. То есть блесна блестит в воде, и рыбку клюёт. За первые минуты нашей рыбалки нам удалось поймать навагу. То есть мы её вытащили. А дальше нам удалось поймать несколько маленьких корушек, но мы их отпустили в воду. Надеемся, что это первое, не последнее наше. Ну, надо сказать, начало пошло не с самурая, а с полноценной наважки. Для меня раньше я не понимала, как люди могут несколько часов проводить на холоде и получать это удовольствие. На самом деле здесь появляется такой, как сказать, кураж. То, что вот одна рыбка поймалась, и всё, тебе хочется больше и больше. И на самом деле это ещё очень полезно для здоровья, потому что ты дышишь свежим воздухом, морским воздухом. И я приехала на съёмку с головной болью, но со съёмки я уже уезжала. Всё полно сил и вдохновения. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!